Для Ротера торпеда соперник Луну в четырёх встреч в Новограде, торпеда выиграла две, но как всего одну, однако перед матчем Ивановна на Копелку так месяц, все говорят, как будто тренировали Аннулину. На Московной запасы? На Морковой пироги. Ура, ЛС-3, Ура, Монагеда. На пенсии, на пенсии. Не в коем-то. Не в коем-то. Давай, Валяр, найти зонку за спину туда. Победа была третьим подряд московским соперником Ротера, двух предыдущих ЦСКА «Динамо» полгоженца в окраине, тогда не будет. И прострелы, как раз. Ну, стандартных внимательных, сразу выбирайте. Олег. Холодинский. Они включённые у тебя. Привет, Вася. Да, от Рыжего. Всё, ребят, готовы? Поехали. Опа, 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 опа. Резык Шустикова по-своему осмысленно спросаблен, въехавший в Зернова. Но судья Александр Лапин, не прибегнув карательным мерам, просто попросил больше так не делать. Обиженный Зернов отомстил быстро. Отбежав у пробки Махмутова, он выдал идеальный партнер Гаусса. Единственный забивающий хорер Кротера легко обманул Тельникова 1-0. Через пару минут Недрогаус снова угрожал воротам. Веретенников с длинным пасом нашёл партнёра Штрафной, куда уже спешил Вастрасаблен. На этот раз сыгравший в мяч. Клиже к концу первого тайма Торпедовцы пришли в себя и пошли вперёд. Оказавшись со свободным бородками, заставил дрожать перекладину над головой Самарукова. Обе команды играли в открытый футбол, красиво атакуя и часто ошибаясь в вороне. Тельников не удержал мяч после подачи Недрогауса, но, к его счастью, многократные осторожности не проявили. Не спадала острота и у противоположных бород. Огашков выложил мяч точно на голову Прокопенко, но тоже вместо удара сбил слабый тычок. Веркетов в элементарной ситуации уступил мяч сопернику, но и вторая атака в исполнении Прокопенко оказалась для рукобезопасной. Выстрел Тищенко, оказавшийся куда сильнее и точнее, тоже не стал необразимым. На второй тайм Валентин Ивановс уходил первым. Двойная замена, проведённая им в перерыве, дала результат. Комольцы про Панклёров создали гол. Первый заработал штрафной, второй вызвался его бить. Удар Панклёрова, однако, мог бы остаться без результата, не вмешаясь в дело саморуков. Непонятно, что отвлекло Фротаря, но мяч, который он легко должен был ловить, от его же груди влетел в сестру. 1-1. Фротар всей командой бросился исправлять ошибку голкипера. Лучше других это сделал Зернов, рухнувший на траву после контакта с Леонченко. Лапин без раздумий назначил пенальти и долго отбивался от насевших на него из мячей. Возлучение оказалось обоснованным. На повторе видно, что Леонченко только коснулся Зернова, но не толкал и не задерживал его. Более того, в момент касания Зернов и Леонченко были внештрафной. Споры прекратились только после удара Веретенникова. 2-1. Вполне естественно, что торпедовцы оказались в шоке. Недрогалов легко оторвался на пятуна и на линии вратарской выложил мяч Веретенникова. Тот решил бить на силу и зацепил ногу Пчельникова. Следующим к воротам вырвался Есиков, забытым исключаемым в робке. Он легко вошел в штрафную, но не сумел попасть в ворота. Через 5 минут Веретенников один оказался перед воротами, но не смог прострелить Пчельникова. Возможно, решив, что торпеда сломана на ротор, отошел назад и тут же за это поплатился. Танферов, когда штрафной, Акомольцев стал первым на дальней штанге. 2-2. Торпеда по-прежнему неудобная команда. Пропускать за несколько минут. Такие иговые, конечно, для меня это личная трагедия. Когда проигрывали 1-2, чувство досады за этот пенальти. Когда забили, будем успокоиться. Продолжение следует...